Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже в описании к видео. Руслана Мишина с Николаем Должанским побывали на первом сейшельском романтическом свидании. Руслана пишет, мы были на водопаде, Коля все время вспоминал свою бывшую Ольгу Рапунцель. А я искренне не понимала, для чего он мне это рассказывает. Ведь на сегодняшний день я являюсь его девушкой. Ольга Рапунцель пообещала Диме Дмитренко автомобиль и новый мобильный телефон, если он в мае не полетит в Москву на кинопробы. Ольга боится, что обратно Дима уже не вернется к ней. А на поляне Семен Фролов и Тата Абрамсон официально стали парой. Ребята их заселили, надарили подарков. Тимур Гарафуддинов продолжает ухаживать за Викой Романец, несмотря на то, что она сказала, что между ними возможно только дружеские отношения. Тимур подарил ей 101 пион. Вика написала, ты сделал мой день по-настоящему весенним, спасибо тебе за весеннее настроение. А Тимур получил настоящий сюрприз от продюсеров проекта. На поляну к нему приехала вся семья. Тимур был очень рад увидеть родных и с удовольствием накинулся на домашнюю пищу, которую они привезли. Ходят слухи, что Саша Гозиас и Костя Иванов снова не вместе. Гозиас флиртует с Алексом Гулиевым, а Костя пока присматривается к Саше Харитоновой и спрашивает ребят, как она вам. Катя Король открыла собственную рубрику под названием сделана руками. Катя делится со зрителями своими знаниями по упрощению жизни и экономии. Первый мастер-класс был посвящен шитью. Катя рассказала, как легко и просто сшить себе новое стильное платье. Король получила много лестных комментариев. Ей пишут, что она прирожденный педагог, умеет ясно и четко объяснять. Наталья Бичан проявила себя как очень строгий преподаватель. Она сняла Марину Африкантову с вальса, потому что девушка пропустила пару занятий и не может догнать ребят. Марина расстроилась. Она пишет, что для пропусков у нее была уважительная причина. Она отвозила Андрею его документы. Сама же Бичан, даже несмотря на слабость и высокую температуру, пришла на работу тренировать участников Дома-2. Мама Марины Африкантовой Татьяна Владимировна, которая пострадала от несвоевременных косметических процедур, идет на поправку. Она опять развернула бурную деятельность по поиску девушки для Венцислава Венгржановского. Она пишет в соцсетях, долой хандру и все невзгоды. Я хочу, чтобы вы, девушки и женщины, не спешили и долго взвешивали, а надо ли вам это омолаживание. Лучше к Венцу собирайтесь на поляну, он грустит без девушки. Елена Босс возмущена слухами, что она шестерка и хвостик Саши Харитоновой. Лена пишет, нам нравится наш тандем. Саша также просит у меня совета, прислушивается ко мне, и я буду дружить с Сашей, несмотря на все провокации. Также Лену Босс раздражают мнения зрителей, что на проекте одни старухи. У нас много девочек старше 18, и это факт, пишет она, но наши старухи выглядят лучше и моложе 20-летних. Глеб и Оля Жемчуговы поругались за своих родственников. Бабушка Оля расстроилась после просмотра того эфира, где Глеб дает пощечину ее внучке. Она в гневе написала смс отцу Глеба. Тот подумал, что послание оставили сумасшедшие фанаты. Он перезвонил по этому номеру и грубо оскорбил абонента. Теперь Жемчуговы выясняют, кто же виноват в этой ситуации. Кристина Дерябина побывала в студии, где ей устроили красивую фотосессию. Появились слухи о том, что это была предсвадебная фотосессия и что уже совсем скоро она станет невестой. Также ходят слухи, что Кристина беременна, но она тоже их никак не комментирует. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу вконтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!